Вы смотрите «Жесточайший вечерний шпиль» на Белсате. С вами Олеся Корниенко. Привет! Хамас и другие товарищи. Ошибся палатой. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы со Швейцарией. Три истребителя. Главный вопрос. Что будем делать в Белаве? Мозговой штурм. Т-800 вместо Т-34. Озолотиться в колонии. Новости из будущего. Лукашенко – великий стратег, лидер, геополитик. Вот уже много лет он вдохновляет авторов мемов и санкций. Но на этой неделе он сделал то, что не удавалось никому. Нет-нет, я не о поимке Романа Протасевича. Режим преследует, сажает и убивает оппонентов не первый год. Я даже не о перехвате самолета. Чего мы можем ждать от человека, приказавшего сбить воздушный шар, с американцами еще на заре своего правления? Я вот о чем. Вот кто из вас может заставить Хамас оправдываться? Никто. А этот даже такое умудрился. Правда, есть мнение, что Александр Григорьевич сделал это зря. Хамас начал пристально изучать схемы передвижения Александра Лукашенко. Лукашенко уже сам жалеет. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. И вот смотрите рубрику «Хамас!» Веселись, рабочий класс. В деле с похищением самолета под видом предотвращения теракта все больше не стыково. Уже прошло 10 минут с момента подачи самолетом сигнала бедствия и поворота на Минск. Уже прошло 24 минуты с момента, как диспетчер заявит о получении этого письма. Уже прошло 27 минут с момента, как диспетчер знал о минировании самолета. Конечно, мы можем предположить, что в управлении полетов Минска работают экстрасенсы, ну или путешественники во времени. Но больше похоже на то, что это топорно выполненная операция прикрытия. Один большой фальшак, созданный для того, чтобы выживший из ума диктатор смог захватить и кого? Оппозиционного журналиста. Вечерний шпиль расставит все точки над «и». Мы получили на мейл уникальное видео. Мы, тренеры по фитнесу и пассажиры самолета Афины-Вильнюс, требуем посадить самолет в Минске. Для осмотра местного шпиля. Я, Ники Майк, требуем посадить самолет в Минске, чтобы еще раз проверить, какие у Лукашенко крепкие орешки. Мы, солдаты Хамас, требуем отменить санкции в отношении Александра Григорьевича Лукашенко. If you don't met all the men's T-bomb exploded on my 23 over Vilnius. Ну что, Наташка, как получилось? Супер, только ваш голос изменим и какая-нибудь версия точно выстрелит. А? Ваши синие пальцы в кадр попали. Ну так возьми я брэш. Поняла. Молодец. Да на монтаже надо было обрезать. Все нормально. Я с августа. Более жалейте. Александр Лукашенко заставил забеспокоиться не только Хамас. Власти Северной Кореи стали отговаривать граждан от полетов в Беларусь. По данным вечернего шпиля, Гурбан Гулыбер де Мухамедов сумел увеличить производительность труда в Туркменистане в два, нет, даже в три раза простой и короткой фразой. Вы что, хотите как в Беларуси? Некоторые граждане Казахстана на днях переживали за премьера страны, читая сообщения о его визите в Минск. Да ладно, это так получилось. Подставили. Просто Мамин в Брюссель по делам летел, а Лукашенко просто по привычке самолет остановил. Он долго стоял посреди палаты, эмоционально рассуждая о судне. Нет, нет, я имел в виду другую палату и другое судно. Мы же запросто посадить самолет можем. Обратите внимание на жизнерадостные лица, собравшихся в палате. Какой оптимизм, какая уверенность в победе и завтрашнем дне. Остановитесь. Жесточайшее, оторву голову, наклонить. От этих любимых слов Александр Григорьевич каким-то чудом воздержался, зато добавил свой лексикон новое. До каких бы границ не дошли инициаторы нападения на Беларусь, какие бы новые триггеры не запускали. Похоже, этот триггер передается воздушно-капельным путем. Триггер нового витка противостоять. Найти или искусственно создать пресловутый триггер. Ну или речи всему правительству пишет один человек. Скоро придется экономить не только на спичрайтерах. Ведь вождь показал, что может угробить госкомпанию или отрасль всего за пару дней. Он обещал нам чисто небо дать. Он нам его дал. Благодаря сотрудничеству с ЦРУ, МОСАДом и МИ-6 у вечернего шпиля есть эксклюзивное видео с совещания «Сами знаете у кого». Главный вопрос. Что будем делать с Беларе? Что генерал скажет? Товарищ главнокомандующий, можно летать вдоль границы. У меня даже слоган есть. Хочешь увидеть Европу без визы? Летай с нами. О! Литва в иллюминаторе! Литва в иллюминаторе! Видно! Давай МВД говори. Я предлагаю вот. Сетку делать. Продавать майки. Так в интернете уже делают. Во! А будут не в интернете, а в специально предназначенных местах. А мы будем продавать. Причем продавать будем в комплекте с этим. И все будут с моей фамилией ходить? Нет, каждый со своей. А это опытный образец. Думаешь, будут брать? Мы такие пока бесплатно раздаем в тюрьме. Тьфу, на тебя! А теперь хотим таким. Все граждан обеспечить. Как говорится, от суммы и от тюрьмы не зарекайся. Ладно, что зарплаты вы давайте? Ванюшка, а ты чего молчишь? Предлагаю заработать на рейсах Минск-Магадан. Туда добровольно никто не полетит. А кто говорил добровольно? Путину в Сибири не хватает рабочих рук на стройке. Он зэков хочет привлекать. Тем более вы говорили, что Минские окрестины перенаселены. Ой, извиняюсь, думал о женске. Стой, Наташка! Твой выран! Что с Белавиа делать? Так вот... Опять со своей массандрой? Нет, это Белавиаспирт. Выпил и улетел. Ага, в один конец. Иди! А со зданием аэропорта что делать? Дворец. 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 Молодцы! Прошли проверку. Отец. Что, Коля? А что это у тебя пальцы уже ни синий не удержался? Мне эти баллы на ЦТ не нужны. Все равно буду за границу поступать. Правильно, в этом Пхеньяне тоже хороший университет. Послушал ваш разговор. Тоже хочу вариант предложить. Так давай. Вот, я тут накидал. Что это за цифры? Это цены на дома в Ростове. Враги России! Трепещите! Сергей Шойгу рассказал о новых достижениях оборонной отрасли. Появились уже не просто экспериментальные образцы. Это началось серийное производство боевых роботов. Роботы, действительно, которые можно показывать. Можно показывать, но широкой публике пока не показал. Много мата, много пота, сопли градом с хобота. Мы тащили из болота боевого робота. Простор для фантазии широкий. Хотя, может, эти роботы выглядят так. А почему бы и нет, учитывая любовь Сергея Кожугетыча к деревянным поделкам. Пилить он, похоже, очень любит. Супербогатые люди. Что Шойгу моего дома показывали несколько лет назад. Что все его заместители, это все миллионеры и мультимиллионеры. Понимаете? Российские дачники только перевели дух. После сообщений СМИ о возможных штрафах за ромашки и одуванчики. А тут новая беда – петрушка. Оказалось, что семена растения используют для производства одурманивающего зелья. Докажи потом полиции, что ты не наркобарон. И вы смотрите рубрику «Посадил дед петрушку и сел». С другой стороны, в российских тюрьмах можно заработать больше зелени, чем на приусадебной зелени. Многие опасаются, что свободные места, то есть нары, скоро закончатся. Тему продолжит Александр Торн. Мне еще пятеру чалится, прикинь. Вот и фартовый, а я откидываюсь через полгода. Выйду, квартиру в Москве куплю и бэху трофейную. Не трави душу, братан. Мне моих полгода только на солярис хватит. Так ты это, надзирателю заточку в печень воткни, еще шестеру накину. Думаешь? Точно тебе говорю. Сейчас на бам новый отряд набирают. Природа, красота. Ты очнят, братуха, а ты сечешь мазу. Ну так, я с 14 лет по лагерям. А че потом планируешь? Как выйду и хату куплю? Хотим с Людкой ребенка сварганить. А как ему семь стукнет, так я какую-нибудь бабку у подъезда подрежу, еще пятеру накинут. Хочу ребенка в Англию учиться отправить. Прям план на жизнь слушай. Ты, братан, это, ну, реально социально ответственный. Государственная корпорация Росгулаг. Вместе к светлому будущему. Пиши, пиши, начальник. Я на вахту еду. Двести двадцать четыре косаря в месяц. Схавай, нищеброд. Алло. Собирайся. Ипотеку поедем брать. Когда в Беларуси восстановят международное авиасообщение? Как быстро заработать крупный капитал? Мартин Крам. Добрый вечер, гадалка. Здравствуй, ведущий Шпиц ТВ. Как вы узнали? Смотрим, смотрим вас. По что пришли? Да вот, получил отпуск в августе. Хочу в Барселону слетать. И не знаю, будет доступно или как сейчас. Так вы же в списках санкционных. Да в том списке только пару человек. И то их никто не знает. Вот вам и либерастская Европа. Ну хорошо, тогда готовьтесь к будущему. Готов. Думал, на БТ тяжело пробраться. А тут балаклавию всех пускают. Не работает. С вами Степан Кутила и это Нехта ТВ. И пока Светлана Тихановская летит из Вильнюса в Минск, мы взяли интервью у новоиспеченного миллионера. Как вы заработали свой первоначальный капитал? Использовал то, что было под рукой. Пистолет, наручники и очень ценный фрукт. Валерий, клиент упакован. Собрали 11 миллионов. И срочная новость. Только что в аэропорту Барселоны был задержан ведущий Шпиц ТВ. И это был вечерний шпиль на Белсате. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова